Данная лекция посвящена структуре, основным параметрам и функциям инжекционного комплекса ускорительно-коллайдерного комплекса НИКа. Сам комплекс НИКа включает в себя несколько ускорительных установок. Это два линейных ускорителя, два циклических ускорителя, два накопительных кольца, которые работают в режиме встречных пучков, экспериментальные установки и каналы транспортировки пучка к ним. Но функционально можно выделить основные узлы этого ускорительного комплекса. Основной синхротрон, который обеспечивает пучками экспериментальные установки и заполнение коллайдера, это нуклотрон. И нуклотрон это та установка, которая обеспечивает пучки требуемого сорта с требуемыми параметрами и требуемой для эксперимента энергии. Для того, чтобы нуклотрон эффективно ускорял необходимые сорта ионов, эти ионы должны поступить на вход нуклотрона, то есть должна быть произведена инжекция. Для инжекции в нуклотрон используются две независимые инжекционные цепочки. Это инжекционная цепочка для тяжелых ионов и инжекционная цепочка для легких ионов. При этом ионы возникают в ионных источниках, первоначально ускоряются линейным ускорителем, после этого может быть один или несколько дополнительных циклических ускорителей, которые необходимы для повышения интенсивности инжектируемого пучка. Откуда возникает сама необходимость в наличии двух инжекционных цепочек? И чем отличаются легкие ионы от тяжелых ионов? У иона есть две характеристики. Это его атомное число, которое равно сумме протонов и нейтронов, находящихся в ядре атома данного элемента. И зарядовое число. Это разница заряда ядра и заряда электронов, находящихся на оболочках вокруг ядра, выраженная в величине элементарных зарядов. И, например, для легких ионов атомное число составляет от 1 примерно до 20. Для тяжелых ионов, когда говорят именно о тяжелых ионах, это атомное число больше 100. Есть некая промежуточная область, которую можно отнести туда либо в одну область, либо в другую. И определение границы между легкими и тяжелыми ионами – это скорее технический вопрос, чем вопрос какой-то глубокой физики. В чем принципиальная разница между легкими и тяжелыми ионами? Например, отношение зарядового числа к массовому числу для ионов самого легкого элемента таблицы Менделеева водорода – это единица. У него заряд ядра равен одному электрону, а масса ядра равна одному нуклону. Поэтому отношение зарядового числа к массовому числу или атомному числу равно единице. Для более тяжелых элементов, начиная уже с диетерии, это тяжелого изотопа водорода, для голого ядра, от которой лишено электронов, отношение заряда к массе составляет 1 к 2. Это отношение 1 к 2 для голых ядер сохраняется до ядер примерно углерода. С точки зрения ускорения, на начальном этапе формирования пучка отношение зарядового числа к массовому числу имеет достаточно принципиальное значение. Как правило, на начальном этапе ускорение производится линейным ускорителем, и чтобы получить требуемую энергию, кинетическую энергию на один нуклон в ядре, необходимо создать некую величину напряженности электрического поля. Чем выше заряд ядра, тем меньше напряженность электрического поля, необходима для получения заданной энергии. Ну или, соответственно, можно сформулировать это же утверждение немного другим образом. Чем меньше заряд ядра, тем большая длина ускорителя необходима для получения требуемой энергии при заданной пороговой величине напряженности электрического поля. Соответственно, если мы ускоряем ионы с большим отношением зарядового числа к атомному, например, протоны, линейный ускоритель может быть более компактным. Если мы ускоряем тяжелые ядра, соответственно, ускоритель должен быть более длинным при той же самой напряженности ускоряющего поля. Но это только часть проблемы. Получить тяжелые ионы тяжелых элементов в очень высоком зарядовом состоянии, например, в виде полностью ободранных ядер, технически оказывается очень сложно. И, как правило, ионы типа золота, урана или свинца начальный этап ускорения проходит в виде полностью ободранных ядер, и на оболочках вокруг ядра остается достаточно много электронов. Например, в проекте НИКО планируется ускорять ионы золота в зарядовом состоянии 31+. Это значит, что на оболочках вокруг ядра остается еще 79-31 электрон. То есть это ускоряется не голое ядро, а ядро и группа электронов, расположенных на оболочках вокруг ядра. К чему это приводит? Ну, во-первых, максимальную энергию в основном ускорителе в нуклатроне можно получить только при максимальном отношении зарядового числа к массовому. Если мы ускоряем не полностью ободранные ионы, мы не получим полной проектной энергии. Во-вторых, если у ядра на оболочках имеются электроны, то эти электроны из-за взаимодействия с атомами остаточного газа ион может потерять, и в этом случае он выпадает из режима ускорения. И для того, чтобы без потерь ускорить тяжелые ионы, у которых на оболочках ядра имеются электроны, необходимы очень жесткие требования к вакуумным слоям в камере ускорителя. При ускорении полностью ободранных ядер электроны на оболочках отсутствуют, соответственно, канал потерь, связанный с потерей электронов, канал потери ионов, отсутствует. И потеряться ион может только за счет захвата электрона от атомного остаточного газа. И вот такая принципиальная разница в физике поведения и генерации ионов приводит к тому, что необходимо создать две инжекционные цепочки. При этом количество ускорителей на начальном этапе ускорения удваивается, но это оказывается технически оправданным, потому что в одном устройстве удовлетворить противоположным требованиям невозможно. Инжекционная цепочка нуклотрона в рамках комплекса НИКа состоит из двух частей. Это инжекционная цепочка для легких ионов, которая включает набор источников легких ионов. Это лазерный источник, это источник поляризованных ионов, это доаплазматрон. Чуть подробнее я об этих источниках расскажу позже. После этого следует высокочастотный линейный резонансный ускоритель. И с выхода этого резонансного ускорителя ионы поступают прямо на вход нуклотрона. Для легких ионов линейный ускоритель используется для ускорения голых ядер, полностью ободранных ядер. Поэтому вакуумные условия в нуклотроне оказываются приемлемыми для ускорения таких ионов без потерь. Вторая инжекционная цепочка включает в себя большее количество ускорителей. Есть источник тяжелых ионов в достаточно высоком зарядовом состоянии. За ним следует линейный ускоритель, который обеспечивает энергию комфортную для инжекции в промежуточный циклический ускоритель. Есть небольшой циклический ускоритель, так называемый бустер, который предназначен для того, чтобы обеспечить накопление ионов требуемого количества. В вакуумной камере его обеспечиваются хорошие вакуумные условия. И он ускоряет до той энергии, которая необходима для эффективной обдирки ионов золота в полностью ободранные ядра. Вся эта инжекционная цепочка располагается в существующих зданиях вокруг синхрофазотрона. Здание синхрофазотрона включает в себя два линейных ускорителя и циклический ускоритель-бустер. И более подробно я остановлюсь на особенностях каждой из инжекционных цепочек. Субтитры создавал DimaTorzok